Друзья мои, давайте начнем нашу очередную встречу. Это цикл истории, философии, науки для аспирантов. Уже, видите, техника сама потихонечку отказывается дальше продолжать работу, поэтому будем, наверное, со временем переходить к очному режиму. Пора уже возвращаться в аудиторию. Ну и так, значит, если вы помните нашу предыдущую встречу, она была немножко в других условиях, в домашних условиях я вел трансляцию, но те, кто в прошлый раз участвовал все-таки в нашей беседе, помнят краткое содержание предыдущей серии фильма. Значит, остановлюсь на главном моменте, на котором завершили мы с вами наши беседы. Итак, XIX век завершает наш краткий обзор основных механизмов ускорения развития науки. Помните, что весь предыдущий семестр, ну почти, или вторая часть нынешнего мы обсуждали вот эти главные глобальные факторы, которые повлияли не просто на, что для меня важно было, не просто на формирование европейского научного метода как такового, на методологическую структуру науки, но позволили ей двигаться с ускорением, позволили ей расширять сферу своей деятельности. Мы с вами таких механизмов в общей сложности насчитали, ну в минимальном варианте, в минимальном списке пять. Это не значит, что сюда нельзя добавить еще что-то, плюс один, плюс один, да, но вот такой сформировали с вами минимальный список, да. Последний из них механизм очень важный – это новый тип университета, исследовательский университет Вильгельма фон Гумбольта, Гумбольтова модель университетской жизни, которая появляется в Германии в начале XIX века. Помните, когда Гумбольт поставил перед своими преподавателями университетскими, принципиальное требование, что каждый преподаватель, независимо, хочет он это или не хочет делать, должен заниматься исследовательской работой, должен иметь научные труды. Вот такое жесткое ограничение, которого раньше не было, можно было заниматься наукой, а можно было не заниматься, в зависимости от настроения, умоположения, как говорится, преподавателя. Например, во французских университетах. Это ограничение очень сильно изменило сам характер университетской жизни, потому что теперь преподаватели, действующие ученые, должны были, во-первых, иметь определенную лабораторную базу исследовательскую, то есть нужно было создавать такие специальные исследовательские лаборатории внутри университетских комплексов, в том числе и выделяя для них отдельные здания, отдельные площади и так далее, и так далее. И второе, нужно было привлекать помощников, то есть самих студентов, проведение этих исследовательских работ. Ну а для того, чтобы их мотивировать, чтобы привлечение это было не насильственным, неформальным, из этого бы все равно ничего не получилось, нужно было вносить новое содержание, самые актуальные вопросы, самые актуальные проблемы непосредственно в ход занятий. То есть уже на лекциях, на семинарах рассматривать не старые учебники, которые очень хороши, но это то, что уже сложилось, то, что уже не движется дальше, а надо все время вносить в содержание занятий новые проблемы и новые вопросы. Самое свежее, самое новое из того, что сейчас происходит. Ну так и получалось. У немцев эта система сработала, как говорится. Студенты пришли в лаборатории, начали заниматься активно исследовательской работой, и, конечно, это очень сильно повысило их профессиональный уровень. То есть понятно, что, опять же, не в связи с задачами военно-промышленного комплекса, как это было в случае с Парижской политехнической школой, во Франции, а вот в связи с необходимостью заниматься исследовательской работой внутри университетов, студенты стали реализовывать свои задачи, свои проекты отдельные, какие-то новые вещи, которые они, может быть, еще и не проходили, как говорится, в теоретическом залоге, в теоретических курсах. Вот поэтому уровень профессионалов, исследователей в немецких университетах резко вырос, что не могло не сказаться на общей отдаче, на общем результате. Ну и, наконец, последний, очень важный фактор, мы его с вами подробно рассматривали, я сейчас не буду в деталях воспроизводить то, что уже было, но этот важный момент укажу, что в связи с реализацией вот этой программы строительства исследовательских лабораторий внутри университетских комплексов, естественно, немецким университетам потребовались финансы, потребовались бюджетные финансовые ресурсы, нужно было покупать оборудование, материалы и все прочее. Сделать это только за счет государственных средств или средств одних университетов было невозможно, поэтому немецкие университеты, хотели они этого или не хотели, начали активно взаимодействовать с крупным бизнесом. То есть вот эти совместные исследовательские или прикладные разработки, они начинаются. Конечно, это сложная история, потому что найти вот эти формы взаимодействия с крупными корпорациями непросто. Академическая наука университетская, она была от бизнеса, бизнес-проектов того времени, 19 века, ну, довольно долго отделена очень прочными, казалось бы, стенами. И поначалу, естественно, академические университетские ученые не очень хотели взаимодействовать с корпорациями, с бизнесменами. Но тут, как говорится, выхода по большому счету не было, потому что только крупные корпорации могли вложить значительные инвестиции и средства. И вот особенно это взаимодействие у немцев удалось по двум ключевым направлениям в 19 веке, ну, ближе к второй половине 19 века. Это химия, химическая промышленность, органическая и неорганическая химия, которая в немецких университетах развивалась стремительно. Это концерн ИГ, фармен индустрия, крупнейший немецкий химический гигант того времени. И второе направление, важное для будущего, это электротехника. Это концерн корпорации Сименс, которая была в те годы в конце 19 века вот такой наиболее инновационной передовой корпорации во всем мире в области электротехники, электрического оборудования, электрических сетей, машин различных и так далее. Все самое передовое, оно, в общем-то, сразу подхватывалось или создавалось специалистами корпорации Сименс. Вот, ребят, в этом вопросе, во взаимодействии с крупными корпорациями, немцы, немецкие университеты даже опередили Соединенные Штаты, даже американцы явным образом проигрывали это соревнование, потому что вы помните, что американские университеты в основном питались за счет спонсорских денег тех же крупных бизнесменов, но денег, которые давались им, ну, как бы, безвозмездно, можно сказать, как спонсорская помощь, вот, как некие просто добровольные пожертвования, и эти пожертвования были столь велики, что у американских университетов, ну, по крайней мере, в то время, в общем-то, не возникало и особых стимулов, мотивов выполнять какие-то прикладные исследования по заказам корпораций, у них даже и желания особого в этом вопросе двигаться не возникало. Вот, поэтому, конечно, потом, в дальнейшем ситуация изменится, особенно уже в годы Второй мировой войны, в послевоенный период, да, понятно, что все меняется, и сейчас это уже не так, да, и крупнейшие американские университеты, ну, там, Лиги Плюща, Стэнфорд, они все уже пронизаны внутри многочисленными вот этими корпоративными связями с бизнес-структурами, да, и уже сейчас, скорее, обратная ситуация, очень трудно отличить крупный американский, особенно, университет, от вот такого огромного корпоративного какого-то формирования, который и живет по принципам корпоративного управления, и осуществляет соответствующую маркетинговую политику, подобно крупным акулам бизнеса, вот, в общем, сейчас это все уже, конечно, вышло на какой-то следующий этап движения, то есть традиционный даже Гумбольтов университет, ну, не представляется, 19 века, который мы с вами как-то рассматриваем, да, там, ищем какие-то структуры, знания, там, традиционные, классические порождения знания, формирование, распространение, сейчас это уже, конечно, прошлое, да, описать в этой схеме, с помощью этого, этих схем, жизнь сегодняшнего корпоративного огромного университета, колоссального, просто невозможна, это слишком сложная структура, многоуровневая и многозвездная, как говорится. Ну, пока оставим все эти организационные вещи в стороне, потому что мы всегда сможем к ним в дальнейшем вернуться, поскольку у нас еще в истории, как вы понимаете, 20 века, прошедшего много неожиданностей, да, и у нас впереди с вами и события весьма трагического характера, и Первая мировая война, и Вторая мировая война, которые, конечно же, сыграли очень существенную роль в развитии и организационных форм, и содержательных аспектов науки, да, и мы с вами еще это сможем проследить дальше, то есть это не последнее преобразование и приключение науки, как говорится. Хотя, может быть, людям там в конце 19 века и казалось, что, ну, все уже, как бы все сложилось, все сделано, дальше просто прогресс, медленное, но неуклонное движение, дальше, дальше, но, как говорится, события истории, они вносят свои существенные коррективы в это непрерывное, последовательное и, казалось бы, определенно продуманное движение, определенно продуманное движение. Ну вот, значит, дальше мы с вами сменили немножко пластинку и немножко поставили второй диск из нашего альбома под названием «Философия науки», да, то есть, собственно, от истории мы перешли к тому, что о науке, о ее развитии, о ее особенностях думают философы. Вот пора, наконец, их как бы пощипать, потрогать, да, ну, а вы, братцы, философы, что же здесь интересного нам для рассмотрения предлагают. Значит, здесь ситуацию я вам уже начал характеризовать и обрисовывать, и, собственно, мы сейчас как раз с вами, ну, следующий наш вопрос, мы непосредственно увидим, как родилась, как появилась во второй половине XIX века та дисциплина, которую мы изучаем под названием «Философия науки». То есть она оказалась вот такой новой частью философии европейской, появившейся только во второй половине XIX века. Значит, что произошло? Вы помните, я вам, так сказать, нагнал ужасу, скажем так, в кавычках, страху, да, обрисовал ужасную картину той катастрофы, которая постигла европейская философия, европейскую философию во второй половине XIX века. Так называемый пресловутый предметный кризис европейской философии середины XIX века. «Предметный кризис». Вот боевой клич, пароль будущего, да, в кавычках, «предметный кризис». Значит, помните, что смысл этого кризиса очень прост, и от этого становится абсолютно, кажется, неизбежным и непреодолимым, да. Значит, все гуманитарные, значит, внутри философии, самой философии, начинается работа по отделению ее некоторых частей, очень важных составных внутренних, да, самостоятельное движение, да, и полагание их самостоятельными научными дисциплинами. Да, гуманитарными, но отдельными от философии, да. Значит, смысл этого отделения заключался в том, чтобы построить эти новые гуманитарные науки по методологическому образцу точных наук, прежде всего классической физики. То есть вот достижения, успехи классической физики, ее стандарты понимания окружающего мира стали настолько привлекательными, да, что увлекли за собой в том числе и представителей гуманитарного знания. Значит, хотим быть, будем как физик, да, вот этот боевой клич, который все время повторяется во второй половине 19-го века. Будем, хотим быть, будем как физика. Ну, классическая физика 19-го века уже. Конечно, в самой физике тоже дальше будут определенные трансформации, но пока еще вот берется та физика, которую мы обсуждали в связи с Парижской политехнической школой и так называемой, вы помните, Великой французской революции физики в первой половине 19-го века. Ну вот, значит, вы помните, что первое, то есть, начиная отваливаться все существенные куски, да, вот философии. Значит, первая область, которая ушла предметно, это общество, да, теория социальных структур, социальных процессов, то, что называется социальная философия, да, философ французский, О'Гюст Хонт, да, который был неплохим философом и очень известным в этом плане человеком, да, пытается основать, да, основывать новую науку об обществе, об общественных процессах, да, основанной на опыте, на эмпирическом подходе, на наблюдении, измерении, сравнении, на социальных факторах как таковой, да. Такую науку он называет, вы помните, социальная физика. Даже само название, оно говорит само за себя. Социальная физика. Но потом это название, вы знаете, оно стало другим, да, такую науку стали называть социологией. Социология возникает как вот такая эмпирическая, ну, квази-естественная наука. Квази-естественная наука. Значит, вторая потеря, 1879 год, Вильгельм Бунд, немецкий философ, тоже очень известный человек, да, решил вывести учение о сознании, да, то есть психологию из структуры философского знания. Философская психология всегда была, это, подчеркиваю, это не какая-то новая наука. Но психологи находились под влиянием философов и относились, как говорится, к их ведомству. Изучали восприятия, ощущения, эмоции там, действия человека. Это все было. В этом самом не было, ну, как бы принципиально ничего нового. Даже в каких-то психологических экспериментах, заметьте, да, их проводили сто лет до этого. Ну, а впервые стоит задача принципиально отделить психологов, экспериментаторов, эмпирических психологов от влияния философии. То есть поставить между психологами и философами вот такую жесткую линию разграничения, если угодно, да, значит, предметную границу четкую возвести. При этом считается, что сама психология, да, вот такая экспериментальная она, если ее философы не будут истязать своими размышлениями там о душе, о сознании, об ощущениях каких-то, об опыте, то она очень быстро достигнет успеха. А успех мыслился простой, да, что тайна сознания человека, тайна личности, субъекта, она будет раскрыта, распутана. Этот гордий ее пузел будет разрублен. Да, поскольку сознание по мысли первых экспериментальных психологов это просто сложная очень система неких рефлексов. Да, понятие рефлексов было в свое время, вы знаете, введено еще в рассмотрение Декарта, да, рефлекторных связей. Но Декарт ни в коем случае не идеализировал, да, не абсолютизировал это понятие. У него все это было связано с деятельностью особой субстанции, материи, да, которая работает как механизм, как некая машина, повторяя определенные циклы своих действий. Вот. Поэтому, видите, Декарту, отцу, основателю понятия рефлекс, да, рефлексы, даже в страшном сне не могло представиться, что когда-то вот эту, как бы, философскую психологию, да, учение о рефлексах вынесут за пределы самой философии. И не просто вынесут, да, а еще и будут философам противопоставлять. Да, то есть вот. Мы не философы, философы не мы. Это, конечно, для Декарта было бы очень странно услышать, что так через пару столетий произойдет. Но вы понимаете, ребят, что психологов, экспериментаторов на первых порах поддерживала идея надежды на будущее, да, то есть вот эти обещания, которые они давали окружающим, что вот сейчас, да, скоро, там, через 10, через 20 лет, да, мы все с человеком, как говорится, разберемся. Человек – это простая материя, да, просто надо двигаться эмпирическим образом и не давать себя запутывать разным метафизическим людям, в том числе и философам. Вот поэтому, значит, сказалось, что все просто и понятно, надо просто в этом направлении двигаться. Но вы, естественно, догадываетесь, что это не будет так. Это не будет простая, как бы, прогулка в сознании человека, что трудности эмпирического метода объяснения поведения человека, они не применят появиться со временем. Ну вот, короче говоря, психология, вы помните, да, результат и философия отделяются, да, причем резко, да, противопоставляют себя философии, то есть обрывают практически все связи, да. Вот сейчас, кстати, замечу на полях рукописи, да, что сейчас вот такого, например, противопоставления борьбы психологов и философов нет в современной гуманитарной действительности, да, эти отношения, они уже, ну, как бы смягчились, да, во многими событиями последнего столетия, да, а вот невозможно даже сейчас понять многих философов и психологов, почему в начале 20 века проблема демаркации, то есть разграничения пространства психологии, предметного и философии была необычайно, и философы, особенные психологи постоянно об этом размышляют, да, потому что, ну, например, философы постоянно видели вот эти попытки психологов представить философские идеи как психические или психологические феномены, да, как просто некий набор системы психологических явлений, да, и вот философов постоянно эта проблема демаркации озабочена. В начале 20 века это, ну, такая общая тема для разговоров. Нам сейчас она не очень понятна, да, но как бы, а в чем проблема? Ну, там есть психологи, есть философы. У нас в нашей традиции, кстати, отечественной философии, даже в марксистском ее положении, да, в советской философии, кстати говоря, вот надо отдать в должное нашим предшественникам, советским философам, марксистам, да, у нас вот этого борьбы, ну, понятно, что здесь же какие-то управленческие вещи, они, конечно, определяющие, да, то есть наша идеология, идеологические наши руководители советского периода, они, конечно, видели марксистско-ленинскую философию, то есть диалектический исторический материализм, как общую рамку, как единую платформу всех гуманитарных наук, начиная от истории и заканчивая, собственно, психологией и социологией. То есть философия марксистская, естественно, марксистско-ленинская, она все равно оставалась, ну, матерью всех, ну, по крайней мере, гуманитарных наук. И это положение официально никем не оспаривалось. Ну, там пытались кто-то чего-то заявить, какие-то особые мнения, да, но их приводили в чувства, понимаете. Поэтому в этом отношении там открытая борьба, конкуренция, конфликт между психологами, философами и социологами просто не мог в реальности развиваться. И вы наверняка знаете, что, собственно, отделение психологии, да, то есть долгое время не было факультета психологии, в МГУ, например, в университете, да, отделение психологии сначала было создано в структуре философского факультета, потом оно уже выделилось в качестве психологического факультета, факультета психологии. Вот, то есть для наших, да, ну и сама психология отечественная советская, да, она развивалась тоже во многом под влиянием марксистских идей. Кстати, это отнюдь не значит, что это привело к плохим результатам. Вот, друзья мои, это отдельная тема, я сейчас не буду ее касаться, она просто очень интересная. Особенно, может быть, для сегодняшнего слушателя, да, ну, вашего поколения, потому что, конечно, у вас, может быть, такое изначальное, не то что отрицательное отношение к советскому гуманитарному знанию, да, но просто вы, может быть, многих вещей даже не знаете, не знакомились с ними, они для вас, ну, как бы являются такой террором когнина своего рода, да, что это совсем не так, и вот то, что марксизм действительно был такой, как бы, ну, как мы говорим, производящей функцией для отечественных гуманитарий, это не всегда было плохо, потому что некоторые идеи марксизма, я не говорю вообще, да, но некоторые, они таким весьма причудливым образом, да, трансформировались в других гуманитарных науках, и в психологии, в социологии, и в педагогике, и это приводило к интересным результатам, вовсе не каким-то, ну, как бы, дубовым конструкциям, да, да, был вот этот, как бы, сколастический школьный марксизм, да, который заключался в нескольких учебниках, да, которые везде преподавались во всех институтах, университетах, и даже в школах тоже были элементы этой философии, но были и боковые виды, в том числе и в психологической науке. Вот отечественная психология, да, и в связи с педагогикой, и сама по себе, психология личности, психология деятельности, она, как бы, использовала некоторые интересные ракурсы марксизма. Ну, вот, не хочу сейчас, тема интереснейшая, я, как бы, в нее, в общем-то, там, в силу определенных моих жизненных обстоятельств, скажем, биографических, биографического характера оказался на каком-то этапе погружен, там, оказался в контакте с людьми, принадлежащими соответствующими традициям, вот, поэтому у меня есть здесь свои, как бы, наблюдения и мысли, но давайте, может быть, оставим для каких-то семинарских обсуждений, мне было бы интересно с вами какие-то потом моменты обсудить в этом плане. Ну, вот, значит, итак, все распалось, да, ушла социология, психология, покинула сам философии логика, как мы с вами говорили, ушла к математикам, появилась математическая логика, ну, и вот мы буквально там через занятия увидим, что формирование вот такой самостоятельной математической логики, оно дальше, кстати говоря, вернулось и в философию, то есть, как бы, такое вот потом обратное движение математической логики в философии снова возникает уже в начале 20-го века, появление так называемой аналитической философии, философии логического анализа языка. Вот, значит, последняя потеря – это ваша любимая педагогика, которая, как раз начавшись только-только, как часть философии и философии образования в начале 19-го века, убегает и устремляется в самостоятельное, тоже вот какое-то такое эмпирическое предметное движение – учение об обучении и воспитании детей и подростков. Ну вот, короче говоря, давайте перенеснем эту страницу печальную, потому что философы действительно оказались в катастрофическом положении, у них нет предмета, нечем заниматься, ну, то есть все отобрали, все игрушки, все погремушки, да, то есть вообще философы – это как бы банкрот. Да, 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 да. Само будущее философии, но если не рассматривать исторические какие-то шуги, там, или не возвращаться все время к Платону, Аристофелю, Деканту с Кантом, да, то будущего у философии европейской как бы и нет. Где оно, это, там, будущее, светлое или темное, но есть оно. Ну, значит, философы погоревали, как говорится, над этой предметной своей проблемой, но нашли способы выходить из окружения. Как говорится, ну, что надо какие-то пути нащупывать. И вот смотрите, во второй половине 19 века разные группы философов в разных направлениях стали из ситуации предметного кризиса выбираться. Как бы малыми группами. То есть такого вот прорыва из окружения в одном направлении не было. И это, наверное, было правильно и спасительно. Движаться в разных направлениях, нащупывать разные пути. Ну, я вот обычно своим слушателям говорю, что я насчитываю минимум, опять же, такого числа 5 путей выхода из ситуации предметного кризиса, разных. Но это как бы не исчерпывающий список. То есть, наверное, можно там еще несколько таких направлений сюда добавить. Вот именно это многообразие путей выхода из ситуации предметного кризиса, причем очень разное, но действительно настроения были диаметрально противоположны. Именно это многообразие путей выхода из ситуации предметного кризиса и предопределило многообразие философского поиска уже следующего столетия, 20 века. То есть, если мы хотим разобраться в том, что дальше происходило уже в 20-м и происходит сейчас в 21 веке, мы не можем без анализа этих путей выхода из ситуации предметного кризиса обойтись. Понимаете, мы все равно должны к этой точке отсчета, к кризисной, да, критической точке отсчета и нового полагания философии, да, как бы переполагания, перезагрузки, как сейчас модно говорить, перезагрузки, философии вернутся. Но, ребята, значит, здесь мое размышление на этом заканчивается, потому что анализировать все пять путей нам нет смысла. Для нас это не задача. У нас на повестке дня все-таки более узкий вопрос. Это философия науки, да, мы с вами говорим об исследовательской работе, о научно-исследовательской деятельности, поэтому мы с вами посмотрим только на одно направление, одно из пяти. Так, но, ребята, помните, что оно важное, но одно из минимум пяти раз. Это не значит, что все вокруг этого направления, выхода из ситуации предметного кризиса вращается, да, и больше ничего нет. Тем более, что оно оказывается, ну, весьма своеобразным. Мягко скажем, весьма нетривиальным по своей сути. Итак, значит, кто это движение на нам важное, но интересное возглавие? А кто тоже известный нам персонаж, которого зовут Агюш Фонн? Французский философ середины 19 века, ну, даже, можно сказать, первой половины 19 века, родоначальник, основоположник одновременно и социальной физики, то есть будущей эмпирической социологии. Итак, смотрите, друзья, какая мысль у Конова, какая мысль у него вложит. Вот только здесь важно все, что здесь в этой фразе, в этих фразах содержится, да, потому что определение здесь довольно жесткое, вот этого направления спасения философии. Кон мыслит себя, мыслит свой проект как действительно спасение философии. Только таким образом можно построить философию будущего. Только таким образом, который он указывает. Все остальное по его мысли обречено на поражение. Потому что, друзья мои, как бы по мысли Конта наступает период, этап, когда знания о мире и человеке будут получать только отдельные, как он называл их, позитивные, то есть основанные на опыте науки. Только опытные знания эмпирической науки в своей совокупности, в своем множестве будут формировать само знание о мире, о человеке, о любых реальностях, пусть то общество, человек, история, природа. Это только к отдельным опытным наукам. То есть вот у Конта как раз появляется такая, макируем в его рассуждение, была такая конструкция, может быть, они и слушали в общем курсе философии, это учение о трех этапах развития знаний у человека, о трех этапах развития познания мира. Три способа познания мира, исторически сменяющих друг другу. Три фазы такого познания. Первая, по мысли Конта, это фаза, как он его называл, религиозно-технологического познания мира, когда мы с вами пользуемся для древности, средней века, доисторическое, как раньше говорили, время, хотя это, конечно, чисто европейское определение, такое европоцентрическое, которое мы с вами неоднократно обсуждали, что какое-то доисторическое время, европейское, и все народы в мире должны иметь какую-то особую доисторическую фазу. А история начинается, собственно, с европейского человека, который, значит, эту историю имеет и ее полагает. А все прочие народы и цивилизации должны, так сказать, подключиться к этой истории в какой-то момент. Ну вот та самая идея... Математика является такую позитивную научную, а математика является позитивной научной. Значит, математика является... Сейчас отвечу на этот вопрос, я понял, но я не вижу, видите, сегодня нет экрана, как обычно у нас было, я всегда видел вопросы и мог на них сразу реагировать. Значит, по поводу математики, математика относится к особому типу знания, оно неестественное, но оно точное. То есть в данном случае, ну, можно сказать, условно, что математика это тоже опытное знание, но опыт в данном случае это опыт логических форм человеческого мышления, то есть это опыт логики, опыт логики, выраженный в определенных символах и знаках. Значит, ну, смотрите, значит, первое, вернемся к фазам развития человечества. Значит, первое религиозно-мифологическое, да, вот такое вот первобытно-средневековое, скажем так, да, когда причинами различных явлений являются там божества, бог, какая-то особая иноприродная реальность, ну, вполне очеловеченная, да, то есть имеющая какие-то человеческие черты. Ну, дальше на втором этапе вот как раз философская метафизика начинает доминировать в способах постижения мира, то есть философы обязательно полагают в основании мира какую-то идею, какую-то идеальную сущность, да, они ее всячески описывают, определяют, да, дают ей разные толкования. Ну, самый знаменитый пример такого рода – это абсолютная идея системе Гегеля. То есть вот к этому времени как раз система Гегеля стала таким объектом для антиметафизической критики, всесторонним, да, объектом для неподражания, да, вот, и как раз вот все приводили пример, что абсолютная идея Гегеля, абсолютная сущность, некая абсолютный субъект, тождественный там или иноприродный самому миру – это уже уровень философско-метафизического понимания. Видите, философы-метафизики захватывают такую вот интеллектуальную власть, отодвигая, кстати, заметьте, в сторону представителей религиозно-мифологического направления предыдущего. Ну и, наконец, вот третий период, третья фаза по конту – это господство позитивного опытного знания. Значит, появляется множество новых наук, у каждой из этих наук есть свои предметные границы четкие, ну вот, и, кстати, мы об этом еще будем с вами говорить. Конд считал, что чем больше наук разных предметно обособленных друг от друга, тем лучше. Это значит, что труднее будет опять подчинить науку какой-то метафизической конструкции, да, вот он, ребят, кстати, был противником, ну, как бы выражаясь современным языком, междисциплинарных исследований. Да, сейчас очень популярная тема – преодоление предметных границ между разными науками, да, в том числе идеи, там, конвергенции наук, знаете, они неоднократно, сейчас они обсуждаются, да, что вот надо границы предметные преодолевать, что они существуют только в нашем сознании, а в природе реальных предметных границ нет. Это как бы все хорошо, это было и во времена Конта, такие же размышления в XIX веке. Но Конт считал, что это ни к чему хорошему не приведет. То есть обязательно на волне вот этого разрушения границ предметного междисциплинарного синтеза обязательно появится какая-то метафизическая общая идея, всеобщая и обязательная для всех наук, и она начнет подчинять себе конкретные исследования, конкретные исследовательские практики. Он считал, что этого допускать нельзя, ну опять же, пример Гегеля, его системы был нарицательным, отрицательно-нарицательным, вот поэтому Конт не поддерживал идею интеграции наук, сокращения их числа, укрупнения наук. Он считал, что если какая-то область отдельная выделяется, появляется, значит ее нужно поддерживать, и она должна существовать. Ну вот, значит, итак, смотрите, что получается. Наш период, ну наш, это уже 19 век, в права владычества миром вступают позитивные эмпирические науки, основанные на опыте, и в этой ситуации философия отступает на второй план. Но, но, смотрите, теперь, говорит Конт, что же должна делать философия в позитивном своем этапе движения, в этапе господства позитивных наук? Она первая должна отказаться от чего? Естественно, всяких претензий на собственное знание о мире и человеке. Вот это первое требование. Без этого требования философия уже ничего сделать не сможет. Да? Своего знания, своих утверждений, то есть мировоззрение, философия больше формировать не должна, и не претендовать на это. То есть у философии не должно быть чего? Онтологии, то есть учения о существовании, о бытии того, что существует, что и как существует. Философия не должна строить каких-то онтологических картин. Это первое. Это точка дальнейшего движения. Без этого невозможно, потому что как только философы откроют рот и начнут извлекать из себя какие-то онтологические картины, они тут же вступят в противоречие. Ну, понимаете, ребят, то есть либо в этом смысле, в онтологическом своем действии философы, либо будут повторять то, что и без них известно, то, что делают другие, делают позитивные науки, основанные науки, либо они начнут навязывать что-то однозначно неадекватное тому, что делают позитивные науки, основанные науки. Видите, какая штука? Поэтому первый запрет для философа – онтологический рот, как говорится, на замок. Вот. Значит, нравится вам, чего-то там мыслите, но не более того. Это первое. Ну, а тогда, тогда чем же заниматься, если онтологии, онтологических картин мы больше не можем не иметь права лицаровать? А вот здесь и появляется роль методологии. Значит, смотрите, задача философии – изучать методы, язык и логику точных, то есть позитивных наук. Философия должна превратиться в методологию естественных наук. И не что, а как они изучают. Не что, а как. То есть изучение средств деятельности позитивных эмпирических наук. Методы, логика и язык позитивных наук. Вот теперь предмет изучения философии. Вот таким образом и появляется направление выхода из ситуации предметного кризиса, которое получило название позитивизм. Философский позитивизм. Значит, ребят, еще раз напоминаю вам, что позитивизм можно называть не все, что угодно. Значит, позитивисты – это люди о двух, как бы руках или двух ногах, а двух головах. Первая голова и первая рука запрещают мировоззрение. Это обязательное условие. Вот вторая голова изучает методы естественных точных наук, которые строят мировоззрение. Вот это два обязательных, две обязательные части определения. Что такое философский позитивизм в том проекте, как его предлагает Агюш-Кон. И вот, собственно, таким образом, друзья, мы впервые и появляется у нас, и получаем тот раздел философии, который называется «Философия на унице». Вот она у нас и появляется. Видите, как философский позитивизм, позитивистское направление, как направление выхода из ситуации предметного кризиса. Философия науки в ее позитивистском варианте. Но, опять же, как ситуация выхода, как путь выхода из ситуации предметного кризиса. Вот. Дальше, ну, Конт такую, как бы, смотрите, ребят, хитрую идею предлагает, продвигает. Почему он и считал себя спасителем философии? Он говорит, я предложил программу реабилитации философии. Вот в этих ужасных для нее условиях, когда все рухнуло, я ее реабилитирую, я восстанавливаю ее статус. Статус чего? Научного знания. Научного знания. Как же можно восстановить статус научного знания, от которого все отказались, да, и все разбежались? А очень просто. Смотрите, говорит, достаточно только одно действие сделать, важное, отказаться от онкологической картины, от собственного знания о мире человек. И тогда что у нас получится? Смотрите, если точные науки, они же точные? Точные. Значит, методы и средства этих точных наук, они какие? Точные? Точные. Конечно. Никто в этом не сомневается. Правильно? Но тогда знание о точных методах, точных наук, это какое знание? Точно. Таким образом, тот, кто владеет этим знанием или занимается его изучением, сам восстанавливает в себе статус сочного знания. Видите? Ответ задачи, как говорится, ясен из рисунка. Что и требовалось доказать. Вот. Единственное, что при этом требуется, видите, философия, таким образом, в позитивистском ключе выражена, она реабилитирована, она восстанавливает статус знания, которого, ну, лишилась самым решительным образом, да, статус точного знания. Конечно. Нужно пожертвовать чем-то. Видите? Эта реабилитация философии происходит, как говорится, весьма небесплатному. Весьма небесплатному. то есть надо отрезать от себя все мировоззренческие, онтологические функции, да, то есть решительные устранения. Но отрезав все это, мы возвращаем себе статус научного знания, или околонаучного, или, по крайней мере, какого-то точного знания. То есть наш статус, если повышается. То есть, видите, позитивизм становится своего рода убежищем, убежищем для тех философов, а их было немало, кто был крайне отягощен, проблематизирован, можно сказать, просто уничтожен вот этой, ну, как бы, такой, ну, как бы, лишением, да, лишенцы философские, лишенцы, как там, в 20-е, 30-е годы в Советском Союзе. То есть, людей решили статуса носителей какого-то знания, да, точного или не совсем точно. Им было, конечно, очень тяжело, но как же так, по-любому, все ученые ходят, а вы же понимаете, в чем еще сложность была для, все же, ну, представьте, в университете, да, там, каком-нибудь, Оксфорде, Кембридже, Берлинском университете, неважно, там, ну, они разные по структуре своей, да, но все равно есть разные факультеты, философский факультет, естественно, научный факультет, математический, вот ходят среди всех профессоров, значит, вот, представители философского сообщества, философского факультета, они, конечно, чувствуют себя очень плохо, они чувствуют себя настоящими изгоями, какими-то прокаженными, да, то есть, вроде бы, они в университете, они части, часть философского, университетского корпорации, корпоративного сообщества, но наукой, знанием, то, чем они занимаются, можно назвать, с очень большой натяжкой, вот, видите, Конк, как он считал, он протянул руку всем философам, братцы, у вас, как бы он говорит, другой руки, другого способа спастись нет, но вы должны сбросить балласт, то есть, чтобы воздушный шар взмыл воздух, вы должны из корзины воздушного шара аэростата сбросить балласт, балласт, иначе не получится, вас утянет к земле его разобьетесь, балласт, это ваши мировоззренческие все разговоры, все онкологические картины, вот, значит, теперь давайте три вопроса с вами разберем, итак, появляется философский позитивизм, как первый вариант философии науки, европейской философии 19 века, дальше, два очень важных замечания, друзья мои, которые вы обязательно себе отметьте, пометьте, они будут для нас концептуально как бы определяющими, во-первых, сам позитивизм в дальнейшем, ну, вот, Конк и ряд других авторов 19 века закладывают основы этого подхода, но он претерпевает в дальнейшем весьма серьезные трансформации, да, разные поколения позитивистов меняют друг друга, при этом к предшественникам относятся, ну, весьма критические, там, первые позитивисты, потом вторые, потом третьи, потом четвертые, всего четыре штуки их поколений, четыре этапа, да, и, в общем-то, каждое следующее начинается с того, что критикуют предыдущие, но, друзья мои, все четыре поколения позитивистов, да, при всем их отличии друг от друга, да, они сходятся только в одном, друзья мои, что у философии не может быть собственного мировоззрения. Философия это методология науки, это наука о методах, а не о том, что есть, что существует или что не существует. Это первое. Значит, мы с вами, естественно, в нашем последующем разговоре, беседах, прежде всего, остановимся, естественно, начиная с сегодняшнего дня, мы будем, прежде всего, рассматривать вот эти, ну, попросту говоря, четыре поколения позитивистов, начиная с первого и заканчивая четвертым. Это с одной стороны. Но, очень важно понимать, друзья мои, что, да, философия науки это изобретение позитивистов, и поначалу не было никакой другой философии науки, кроме позитивистов. Да, это их порождение. Она сначала носит сугубо позитивистские одежды, это самая философия науки. Но это совершенно не значит, что в дальнейшем в других направлениях философской мысли 20-го века особенно не появляются свои разделы, посвященные науке. То есть, видите, практически в каждом крупном направлении философии 20-го века есть своя философия науки. Весьма своеобразная, понимаете, не связанная с этим собственно направлением. Вы понимаете, что чем эти все философии многочисленные науки отличаются от позитивистского варианта? Ну, по сути, дело главного момента, что в рамках других направлений не отвергается антология, не отвергается мировоззрение. То есть, все равно эти философии науки связаны с определенными мировоззренческими установками. Ну, например, появляется своя философия науки в аналитической философии, философских феноменологий, в постмодернизме, в постструктуровизме. Появляется своя философия науки. То есть, их много. Сейчас, конечно, у позитивизма философского, того, что от него осталось, конечно, нет никакой монополии на философию науки. Хотя, изначально она была, изначально она была. Ну, приведу такой пример. Тот же марксизм. Например, марксистко-ленинская традиция советской философии. Вот смотрите, своя философия науки внутри марксизма и ленинизма была, да, конечно, весьма развита. Как бы, марксисты занимались наукой очень серьезно и последовательно. Но, в чем было их принципиальное несогласие с позитивистами. И даже более того, в советское время, например, там можно было получить два отрицательных определения для философа, да, один полис, как бы, справа, критика, да, если ты признавался идеалистом, да, у тебя есть какие-то идеалистические поползновиды. это одна сторона критики, да, а вторая, например, можно было получить по башке, что называется, за позитивистский уклон. Позитивистский уклон. То есть, смотрите, если человек начинал в своем разговоре о науке, как бы подсудно, даже мысль у него появлялась, что именно науки теперь имеют право на мировоззрение, а философия такого права не имеют. То есть, сама эта мысль уже выглядела крайне подозрительно, потому что, естественно, марксистско-ленинская традиция философская предполагала как бы базовое мировоззрение, базовые мировоззренческие установки, да, весьма такие строгие системные последовательства, да, поэтому никакие позитивистские здесь уклоны тоже не воспринимались. Вот. То есть, и так зафиксировали, что позитивизм не обладает монополией на, в наше время, на генерацию, на формирование философии науки. Ну, и, наконец, третий очень важный вопрос, естественно, ну, а к конту уже можно было его отнести, естественно, да, к самому родоначальнику этого направления, да, ну, как бы, господин все очень хорошо, вы спасаете философию, честь вам и хвала, восстанавливаете какой-то статус точного знания, точной науки, там, за счет методов, изучения методов других наук, но зачем это все нужно, да, то есть, ну, а смысл этого действия вашего позитивистского, он в чем, да, вы изучаете методы, точно, для чего, вот, объясните, кем же ученым, да, или каким-то людям, которые с ними связаны, там, разными делами, да, обеспечивают их работу, там, учат наукам в образовательных каких-то структурах, или, там, людям, которые финансово обеспечивают науку, ну, к тому же крупному бизнесу, взаимодействующему с университетами, в Германии, да, вот объясните, для чего изучать методологию, вот в чем здесь смысл, в чем идея, и вот здесь, на самом деле, Конг выдвигает достаточно интересную вещь, как бы интересный такой, ну, понимаете, в общем-то, этот парадокс, он говорит о том, что указание на это, говорит о том, что позитивисты это вовсе не такие простые ребята, как иногда их изображают, это такие, знаете, философы-атсахи, что называется, да, такие примитивисты философские, очень простые, упрощенные, вот там, как бы, они лебезят перед наукой, там, трепещут перед ней, встали на задние лапки, не отстаивают какие-то онтологические картины, да, не борются за онтологию, они вот полностью подчинили себя вот этой, этому року страшному, да, что идут точные науки и все. Значит, вот смотрите, Конт и его последователи указывают, ну, первое, очевидное, как бы, такая, ну, такая поверхностная польза изучения методов, да, что систематизация, некоторое, ну, рафинирование методологии работы ученых, да, по крайней мере, по одной очень важной теме, сейчас я ее назову, она поможет, опять же, стать фактором дополнительного ускорения роста науки, то есть, ну, как вы понимаете, позитивисты начинают свою работу тогда, когда механизмы ускорения, о которых мы говорили, старые, ну, вот эта пятерка наша, пятерица, да, они уже, ну, сработали, да, дальнейшее их развитие, ну, уже не может быть так осуществлено, да, то есть, они уже сработали, то есть, они уже использовали, их нельзя использовать до бесконечности, да, они уже сделали свое дело, нужно что-то еще, нужны, нужны еще дополнительные факторы ускорения развития науки, так, что еще можно задействовать, так, и здесь мы, естественно, совершенно очевидным образом обращаемся к методам, которым сами науки пользуются, да, а давайте поработаем над вашей методологией, может быть, в ней не все ясно вам самим, не все ресурсы, резервы, методологии, вы уже использовали, товарищи ученые, в разных науках, в разных предметных границах, давайте поработаем над, как бы заточим ваши методы, да, вот это вот затачивание, рафинирование, да, оттачивание методологии, это само по себе может стать дополнительным фактором ускорения развития науки, особенно в базовой проблеме, которую он четко формулирует, и вообще, первые позитивисты, как раз позитивисты первого поколения, как мы их будем называть, или условно первые позитивисты, они вокруг какой базовой проблемой методологической выстраиваются, но вообще, первая проблема философии наук, первая проблемная ситуация, помните себя, пожалуйста, это соотношение или переход от одного уровня в другом, двух уровней, а именно эмпирического знания, знания о фактах, и теоретического знания, то есть знания о знаниях. Вот и то, и другое, и один, и другой уровень, это знания, но знания о разном, и по-разному осуществляемого, в разных формах. Знания о фактах, знания о чувствах, об опыте, об ощущениях, фактическое, эмпирическое знание, и знания о его теоретическом оформлении, о теоретических представлениях о фактическом знании, знания о знании, теоретическое знание, в котором, например, специфика теоретического знания в том, что в нем появляются особые теоретические объекты, статус которых не очень понятен. То есть, например, поле, частица и так далее, атом в новом смысле. То есть, как эти теоретические объекты появляются, насколько они, скажем, наблюдаемы, а наблюдаемы, а не наблюдаемы. То есть, я сейчас, поймите правильно, я там не решаю вопрос сразу о статусе теоретических объектов, а вообще о статусе теоретического знания, о соотношении с реальностью. Это слишком сложная тема, и понятно, что она была крайне трудна для философов 19 века. Почему она была трудна? Они сами в каком-то смысле себе трудности накликали в обсуждении этой темы о статусе теоретического знания, не теоретических объектов, потому что изначально первые позитивисты, ну, они вошли в философию на такой резко антиметафизической волне. Это вот презрение к метафизике, начинающее с отрицания системы Гегера с ее критики, оно не могло не сказаться. То есть, вот этот радикализм по отношению к метафизическому философию, он обязательно проявляется и в том, что вы в этих вопросах о теории, знания о знании, да, вы неизбежно запутываетесь на первых шагах, а запутываясь, вы стараетесь ситуацию либо от нее отстраниться, либо очень сильно упростить. Да, ну, например, что там теоретические объекты абсолютно точно соответствуют неким фактам, да, что самостоятельного статуса теоретические объекты не имеют. И отдельно от фактического знания с ними ничего нельзя... Но это же не так. Понятно, что есть и так, и это. То есть, вот, я что хочу подчеркнуть, да, на первом слое разговора, да, что ситуация просто более многообразна. Понимаете? То есть, есть знания, четко привязанные к реалиям, да, к вещам, к единичным фактам, а есть и другое знание. И одно другому не противоречит. Просто нельзя, как говорится, здесь действовать методом замещения, ну, на мой взгляд. Либо это, либо это. Вот, вам нужно выбрать, да, с кем вы, там, с теоретическими объектами и метафизикой, да, либо вы с позитивистами и голыми фактами чистыми, да, вот, над вами давление. То есть, это не вопрос замещения одного другим. Это не вопрос выбора, да, то есть, все, конечно, гораздо сложнее. Вот. И в этом смысле Конд, первое, что он фиксирует, вот эту проблему эмпирического и теоретического знания, перехода, преобразования. И над этой проблемой начинают думать позитивисты первого поколения и второго поколения, вторые позитивисты, о которых мы на следующем занятии будем с вами говорить. Вот. Но в решении этого вопроса Конд еще одну интересную вещь угадывает, да, вот, как бы, почему методология, в чем смысл занятия методологией. Да, один смысл, как мы с вами только что сказали, заточить, рафинировать методологические инструменты, уже имеющиеся в распоряжении ученых, да, в разных науках. И в этом смысле стать фактором ускорения развития науки. Но есть и другой такой интересный момент, ребят, почему методология, да, в чем ее значение. Дело в том, что Конд верно указывает, что в развитии науки, вот, как она движется, в ситуации ее движения, неизбежно возникают и будут возникать некие методологические внутренние проблемы, некие противоречия, да, нехватка инструментария, да, нехватка, а принципиальный дефицит неких инструментов, да, методологических, которые сама наука конкретная в своих собственных рамках, в своих границах восполнить не может. Вот это такая, как бы, впервые угадывается замечательная вещь, такое правило или некая мудрость, я бы даже сказал, своего рода общего характера, что ни одна проблема, в том числе методологическая, не решается в тех границах предметных, в которых она возникает. Вот, обратите внимание на этот тезис, он очень важный, ну, для меня, например, лично, в моем собственном движении, да, ни одна проблема не имеет решения в тех границах, в пределах той ситуации, деятельности, познания, там, этической ситуации, отношений, в которой эта проблема появляется. То есть, в этом смысле, если вы хотите решить проблему, в том числе методологическую проблему, вы должны выйти за пределы ситуации и посмотреть на ситуацию извне, со стороны. То есть, нужен переход, нужен выход за пределы. Нужно то, что называется, там, красивым словом, трансценденция или трансцендность, да, переход за границу, выход за пределы. Вот. И с этим ничего нельзя поделать. Понимаете? Вот потом с опытом приходит понимание, насколько верна эта такая простая, простой тезис, понимаете, да, что вот как бы мы с вами не кочевряжились, если мы замыкаемся в пределах ситуации, в которой видим проблему, и не можем выйти за ее границ, да, мы так и будем оставаться либо с этой проблемой, либо, решая эту проблему, обязательно создавать другую. еще более страшную, еще более тяжелую. Вот поэтому он и говорит как бы ученым, ребята, мы не хотим только, ну, навязываться в решении каких-то вот сиюминутных методологических вопросов, заострять ваше оружие, ваши стрелы, да, здесь и сейчас. Мы понимаем, что в развитии науки неизбежно возникнут такие методологические проблемы, противоречия, которые нельзя будет решить в пределах самих наук. То есть вам понадобится сторонний взгляд, взгляд извне. А это взгляд кого? Это взгляд философов. Конечно, позитивистов, философов науки. Опять же, не перебарщивая, да, это не философы метафизики, которые вам навяжут какую-то страшную метафизическую, ну, вот это вот все время как бы химера метафизики, какой-то страшной идеей, конструкции, которая будет вами управлять, и вам что-то навязывать. Вот здесь еще очень важный момент, который имплицитно присутствует в поисках позитивистов, ну, и, наверное, не только позитивистов, но и других направлений философов науки, да, выйти за пределы ситуации, в которой методологическая проблема науки в процессе ее развития появляется. Вот, и потом окажется, что действительно такие проблемы есть, и развитие физики в начале двадцатого века, в первой-третьей двадцатого века, эти проблемы наглядно продемонстрировали. Вот, значит, итак, агюст-конг. Значит, итак, у нас три первых позитивиста. Давайте назовем их по именам. Агюст-конг – это постановка вопроса, да, это родоначальник, как бы определение всего направления и его, ну, родоначальник и тот, кто сформулировал базовую проблематику, агюст-конг. Дальше, Джон Стюарт Миль, британский философ, второй человек из этой когорты, да, человек, который занимался в основном проблемой индукции, индуктивной логики, да, вот, как бы пытался, видите, за счет логики индукции, индуктивного вывода, Миль, он пытался сформировать правила перехода от эмпирического к теоретическому знанию, да, вот, индуктивная логика Миль, она была таким ярким, яркой попыткой, ну, естественно, со всеми недостатками, которые здесь имеют место, да, использовать принцип индукции для того, чтобы связать эмпирическое и теоретическое знание. Ну, и, наконец, третий, это Герберт Спенсер. Значит, вот Конт, Миль и Спенсер, три человека, которые традиционно, ну, в наших букварях, как говорится, в наших рукописях относятся к числу так называемых первых позитивистов. Вот, значит, Герберт Спенсер это скорее такой не философ, а очень яркий публицист, который попытался уже в этой позитивистской логике, позитивистской логике, казалось бы, в новой, ведь все должно измениться, но он попытался предложить вот такую общую методологическую категорию, которая позволит решить все методологические проблемы. Он попытался установить новый ракурс взгляда на все науки, на то, что в них происходит, на те предметы, которые они изучают. Это категория эволюции, категория эволюции, эволюционного процесса. Ну вот, собственно, книги Спенсера, они были очень знаменитые в свое время, в конце 19 века. Всякий образованный человек того времени просто обязан был познакомиться с хотя бы одной книгой Спенсера, в которой он рисовал историю бытия, ни много ни мало, опять же, историю развития мира, как глобальный эволюционный процесс. Эволюционный процесс, который охватывает все уровни, все ступени, начиная от эволюции физической материи, потом химической, биологической и социальной. Ну хорошо, друзья мои, значит, мы с вами чуть-чуть еще поговорим в следующий раз о Спенсере. Сейчас не будем, как бы, теснить все это, весь этот материал, потому что рассмотрение процессов эволюции, да, категория эволюции очень важна для, в том числе, современной философии науки, как вы понимаете. И здесь есть, в свою очередь, свои внутренние, очень сложные метафизические вопросы. Вот. Значит, тогда мы с вами начали, как бы, вступили в пространство философии науки. Видите, позитивисты нам ее придумали, первые же проблемы сформулировали, первые же результаты получили. Но это первое движение, но пока далеко не единственное, далеко не единственное. Значит, понятно, что после этого последуют и следующие линии. Так, ну все, друзья мои, тогда я с вами пока прощаюсь до следующей субботы.